Я снова рад приветствовать тебя, любимый зритель канала Час Ремонта. В этом выпуске я покажу лучшие модели толщиномеров лакокрасочных покрытий. На первое место попадает CarSys DPM 816 Pro. Выглядит как устройство чуть крупнее компьютерной флешки. Чаще всего применяется для определения толщины нанесенной краски или шпаклевки на автомобилях. Но есть и промышленное применение измерения толщины различных защитных покрытий в строительных конструкциях. Работает по принципу измерения вихревых токов металля от наводимого магнитного поля. Способен проникать на толщину до 3 мм. Работает не только на черных, но и на цветных металлах. Какой измеряется в текущий момент, определяется автоматически. Конструкция устройства крайне простая, на корпусе есть небольшой ЖК-дисплей с подсветкой. Можно замерять в темноте. Для управления предлагаются всего три кнопки. С их помощью можно выбрать режим замера и единицу измерения. В общем, компактная и удобная модель весит около 50 граммов. Замеры проводят оперативно. Стоит около 5400 рублей. Если в процессе просмотра тебе понравится какой-то толщиномер, то загляни в описание. Там есть все необходимые ссылки с ценами и подробной информацией. А еще промокод, который поможет немного сэкономить. На втором месте Atari ET700 Max. Чуть более совершенная модель, чем предыдущая, но и подороже. Технически позволяет измерять толщину от 0 до 3000 мкм. Конструкция этой модели немного отличается от предыдущей. Дисплей здесь тоже имеется, находится на противоположном от датчика торца. Он достаточно информативен, способен выводить кучу полезной информации во время процесса измерения. Калибровка происходит автоматически, а замер можно выполнять в беспрерывном темпе, переходя от одной детали автомобиля к другой. Толщиномер умеет автоматически определять тип металла, в том числе способен распознавать металлическую шпатлевку. Для большего удобства использования разработчики приготовили удобное приложение для смартфона. С его помощью можно собирать, анализировать и просматривать в удобной форме полученные после измерений отчеты. Также эти данные можно переслать кому-либо. Корпус прибора получился надежным и достаточно выносливым для самых разных погодных условий. Способен работать при температуре от минус 20 до плюс 50 градусов по Цельсию. Питается от пары мизинчиковых батареек. Их в комплекте нет, придется докупить. Стоит этот толщиномер около 11 тысяч. Не забудь подписаться на канал «Час ремонта», чтобы всегда самым первым узнавать о новинках и актуальных предложениях товаров для дома, дачи и сада. А еще поддержи меня своим лайком и комментарием. На третье место попадает R-Device RD1000 Pro. Своим внешним видом и конструкцией похож на предыдущую модель. Готов измерять детали толщиной до 2 мм. Благодаря совершенному датчику толщиномер производит измерение очень быстро и с высокой степенью точности. Отклонение не превышает 2%. От физического истирания наконечник датчика спасает стойкий к воздействию материал – рубин. Поэтому со временем модель не теряет своей точности. Отличается простотой использования, ничего калибровать вручную не надо, аппарат сделает это автоматически. Корпус сделан из качественного и приятного на ощупь материала, способен работать в широком диапазоне температур. От минус 20 до плюс 50 градусов по Цельсию. От пыли защищен неплохо, а вот от влаги не очень. Лишний раз его лучше в воде не купать. Соответствует стандарту IP40. На одном из торцов расположился довольно крупный для такой техники информативный дисплей. Обладает собственной подсветкой, поэтому можно работать в темноте. В зоне расположения датчика есть две прорези, позволяющие замерять детали с углами и округлыми поверхностями. В комплекте тебе должны выдать пару мизинчиковых батареек. Силиконовые тканевые чехлы, калибровочные пластины и шнурок на руку. Обойдется эта модель примерно в 9200 рублей. На четвертом месте еще одна модель от марки Atari ET555 Pro. Толщиномер упакован в аккуратный прямоугольный корпус. На одном из торцов находится датчик для измерений. Благодаря усовершенствованному процессору и вычислительной логике, инженерам удалось добиться сниженного энергопотребления. Поэтому заряда батареек должно хватить надолго. Здесь, кстати, используются две штуки типа 3А. Их тебе должны выдать в комплекте. Что касается технических возможностей, то прибор может проникать в деталь на глубину до 2 мм. Распознает черные и цветные металлы и определяет их автоматически. Экранчик у этой модели небольшой, но для вывода основной служебной информации его вполне достаточно. Умеет автоматически отключаться при неиспользовании в течение 1 минуты. Корпус устойчив к низким и высоким температурам и способен работать в диапазоне от минус 20 до плюс 50 градусов по Цельсию. Стоит около 8100 рублей. На пятом месте нашего с тобой рейтинга iCartool IC-T400. Своим внешним видом немного похож на предыдущий толщиномер. Корпус представляет из себя довольно компактную прямоугольную коробочку. На одном из торцов находится измерительный датчик. Дисплей достаточно информативен для того, чтобы выдать основные данные, полученные в процессе измерения. Также умеет показывать тип покрытия. В том числе распознает оцинкованные материалы. Рядом с дисплеем расположены три многофункциональные кнопки, с помощью которых можно переключать режимы замеров, единицы измерения и выполнять автоматическую калибровку. В случае бездействия в течение пяти минут сработает автоотключение. Но при этом максимальная толщина измеряемой детали, вглубь которой способен проникнуть прибор, составляет всего полтора миллиметра. Компактный, простой и понятный толщиномер. Стоит около 5800 рублей. Шестое место занимает Yunombo YNB220. Эта модель тоже упакована в компактный и удобный для переноски и работы корпус. На передней панели ярко выделяется небольшой экранчик с собственной светодиодной подсветкой. Рядом с ним расположились простая и понятная панель управления из пяти кнопок. В глубину детали может проникать на полтора миллиметра, при этом он определяет тип металла, в том числе и цинк. Точность измерения вполне допустимая, составляет около 3%. Корпус хоть и выглядит немного бюджетно, вполне выдерживает интенсивную работу при температурах от минус 20 до плюс 40 градусов по Цельсию. Из дополнительных функций доступен светодиодный фонарик. Питается модель от двух мизинчиковых батареек, которые тебе должны дать в комплекте. Стоит этот толщиномер около 4900 рублей. Ну и напоследок RND TC100. Самая доступная модель рейтинга, но при этом с самой высокой глубиной проникновения в материал покрытия 3,5 миллиметра. Корпус выглядит крайне простым и бюджетным. 4 кнопки для управления, небольшой экранчик и измерительный датчик на торце. Способен определять тип измеряемого металла. В состав комплекта входит набор пластин для автоматической калибровки. Интересно, что питается этот прибор от батареи типа 6F22, то есть крона. Ее в комплекте не выдают, так что придется купить отдельно. Несмотря на бюджетность и простоту модели выдерживает удары судьбы и непогоды. Неплохо чувствует себя в разных температурах, весь необходимый функционал для измерений имеется. Стоит около 3600 рублей. Если в процессе просмотра ты приглядел себе подходящий толщиномер, то загляни в описание. Там я накидал всех необходимых ссылок и оставил промокод. Подпишись на канал Час Ремонта и поддержи меня лайком и комментарием. А сейчас я с тобой прощаюсь и жду в следующем выпуске.